Привет, дружище! Меня зовут Шамбо, и мы геройство в мире Меча и Магии. Проходим кампанию Дыхание Смерти, новое начало за гем. В общем, в прошлый раз, к сожалению, игра внезапно вылетела, зависла, и поэтому я не стал объединять две серии, а давай продолжим на том моменте, на котором закончим. Итак, вот здесь был вражеский герой, я правда не помню, как ее зовут, мы ее одолели, и прогнали из нашего города, к нам с этой стороны, опять же, едут враги, нужно их уже как-то разбирать, и мы для этого захватили один городок, но он может быть сейчас потерян, если вот этот товарищ по имени Кси направится через подземелье как раз-таки туда. У меня есть Айрис, который здесь занимается разведывательными операциями, смотрите, что у врагов есть, и главное, чтобы он не попался под удар. Далее у меня есть Ивор, который забирает здесь нам ресурсы, как это я забрал, самоцвета тоже неплохо было бы, а есть Гем, главный герой, оказывается, навык магии земли тоже весьма хорош, поэтому нужно его взять, потому что мне его посоветовали, и самый последний навык, не знаю, я хочу логистику, возможно, удастся ее получить, а возможно и нет. Так, Гем, ты у меня сейчас пойдешь в сторону Кси, вот как до него быстрее добраться, через вот это подземелье или, наверное, или своими ногами, погнали, бам. Теперь, что у нас в городах? Это мой основной город по имени Маришин, Маришин я коплю на Скалы Драконов. Мне не хватает чего? Не понимаю. А, третий этаж Гильдия Магов. А на него не хватает серы. А серу я могу обменять, что мне не требуется, мне не требуется ртуть. Точнее, ртуть и нужна, но не в таком количестве. Давай бахнем. Раз, два, три. Гильдия Магов, гори. Так, у нас здесь появился гипноз, воздушный щит и землетрясение. Окей, пойдет. Следующий город. А какой день недели? Второй. Значит, деньги можно, если что, тратить. Так как сокровищницы принесли навар. А здесь у меня лужайка единорогов не нужна. Утесы дракона вряд ли я здесь построю, потому что я их коплю в другом месте. А тут... Тут можно построить замок. Давай его и построим. Чтобы прироста было больше, при необходимости можно было нанять больше существ. Здесь построен замок. Город некромантов. Ну, я даже не знаю, мне смысл брать себе в армию скелетов, когда у меня другая раса, чтобы они резали мораль. Поэтому давай из него будем чисто деньги вытягивать. И последний эльфийский город. Бахнем цитад... Да, цитадель. Завершить ход. Враг бежит трусливо. Корониус, ты мне везешь армию. Здесь есть еще Кайри, но Кайри мне, скорее всего, не пригодится, поэтому я его уволю. Вывод герой бак. Я не люблю, когда набирается 2 миллиона героев, каждому из которых нужно дать какое-то задание, или он будет просто только стоять на месте. А Коронец, благодаря усердному изучению магии, постигает заклинание молния, чем ему помогает жемчужина. Он и обучает тебя заклинанием ледяная стрела, оберег воздуха, слабость, убрать препятствия, жемчужина. Книжник первой ступени. А, герой между собой обучаются. Но основному герою, мне кажется, это не такой уж полезный навык будет. Ладно, передаем драконов. Теперь их аж 3 штуки. Единорожки. Пегасы. И эльфы. Я бы ему мог отдать артефакты, но зачем? Я лучше одним героем поиграю. Так, гемка. Давай догоняй. И тогда берем вот здесь замок, и берем вот этот дальний замок, потому что он, скорее всего, без охраны. Вот эта дорога ведет, скорее всего, либо к порталу, либо в никуда. Погнали. Так, и вот куда он делся. Пока непонятно. Забираем. Самоцветы еще. Здесь не припереть. А если я на север поеду? Тут дорога. Скорее всего, здесь есть как минимум один или два еще некромантических города. Тут у нас чего? Смотрим. Лесопилка. Пожалуй, я тебя заберу. Замечательно. Красные врата стража. В Красные врата я не заходил. Я телепортил себя вот в эту область. Мне, конечно, интересно будет еще схлестнуться здесь с драконами, поэтому я абсолютно точно не собираюсь спешить. Я вообще не понимаю, как героев можно проходить быстро, побыстрее, побыстрее. Мне нравится осмотреть всю карту, со всеми сразиться, все усиления посетить. Итак, у нас есть теперь золотые драконы. У них явно прибавилась защита и атака. Урон остался прежний. Они пожирнили. И да, они стали гораздо быстрее. Иммунитет заклинанием стал еще четвертого уровня. Это прекрасно. Кстати, а по цене. 2,4 ста, 4. Ну да, здорово подорожали. Так, дальше смотрим. Бам-бам-бам. Теперь здесь нужно копить на утесы. Давай везде построим склады ресурсов. А, у меня руды нет. Понятно, ничего не построим. Мне кажется ли, музыка очень громко играет? Я ее уменьшу на единичку, потому что она как-то мне по голове бьет реально. Также еще уменьшил себе в инде звук, чтобы не так громко играла. Так, завершить ход, правильно? Ну, наверное, да. Угу. На нас напали. А на нас напал кто? Как тебя звать? Это... Именин не написано. Вот как к нему обращаться? Почему не сказано? Ладно, пошли в атаку, хотя давай что-нибудь накал. Да, один накал. У меня нету никакой магии. Бам. Больно. Как мне ударить в три головы, стоя на месте? Так. Почему я сюда не ударю? Это явное поражение, просто я хочу немного подуничтожить его вампиров. Вау. Прекрасная атака. Всего лишь шесть существ уничтожил. Так. Ага. Ну, если что, я смогу прыгнуть сюда, потом уйти оттуда. Давай заберем город. Ксид, давай сражаться. Личи на башнях меня немножко потрепали. Итак, у него есть драконы. Минус один к боевому духу противника. Какой у меня боевой дух? Понурый. Это плохо. Надо бы их устранить. Личи явно ударят вот сюда. Если я полечу сюда, я потеряю очень много пегасов. Что у меня из-за магии? Брать препятствия, лечение, берег воздуха, молния. А почему у меня так мало магии? Как-то странно. Ладно, пока я отлечу сюда. В любом случае до меня никто не дойдет. не дошел. Остаток 30? Да как вы так смогли? Офигеть. Офигеть. ждем. Уничтожен. Дракон тоже уничтожен. Обидно. Дракон ранен. Совсем чуть-чуть пегасы. Ну и им восстанавливать нечего. Вот единорогов я подлечу. Вот с ним не хочется, честно говоря, связываться. Давай подождем где-нибудь вдалеке. ждем. Ждем. Единороги тоже подождут. Уничтожу скелетов. Отойду назад для защиты. Не хочу, чтобы меня еще били лишний раз. Пятный эльф. Отличная потеря, к сожалению, один дракон. 13 пегасов, 23 эльфа. Опыт максимален, поэтому я не получаю ничего. Теперь отсюда я могу скорее всего проскакать в эту сторону. Давай так и сделаем. Сейчас заглянем в город, есть ли тут гильдия магов, как она еще выглядит, стоило бы понять. Опаньки, я сразу в нее уткнулся. Хорошо, сразу посещаем тогда. Так, гем, зайди в город. Зашла, изучила. Можно и гробницу построить, поместье. гробницы душ. Здесь я сразу же найму еще одного героя. Не здесь. А как выглядит то, в чем я нанимаю героев? Таверна. Таверна это такая прямоугольная штука. Вот она. Сиро или же Риланд. Давай возьмем Риланд. Во-первых, Риланд узнает, что здесь за навык. Дипломатия. Мне он не нужен совершенно. Это не боевой навык, Сиро. Хотя, возможно, если играешь в какой-нибудь переговорщика героя, то есть летишь побыстрее, побыстрее, собрать армии, возможно, и полезен. Но мне такое не нравится, я люблю сражаться. Отлично. Следующий ход, возможно, Некрополис не падет, но, скорее всего, падет, но мы его отобьем. тут тут все возможное я разведал. Пошли назад по северной дороге. Ох, уж это завеса тьмы, вечная нам мешает. вот это я тоже заберу здесь, чем я занимаюсь. не могу обратно поехать, чтобы собрать армию и привезти. В городах мне есть, что строить. Склад ресурсов, бам. Склад ресурсов есть. Некрополис мне ничего строить не надо. Склад ресурсов еще один. Один дополнительный кристалл. Сейчас мне хватает кристаллов, но если я думаю строить еще один утес и скалы драконов, то понадобится. Ладно, завершаем ход. Прошлым вечером я повстречала Кленси, героя рейнджера, друга единорогов. Его господин владеет землями на границе с Альви, то есть Савли. Его имя Файет. Мы быстро подружились и я рассказала Кленси о своей родине Энроте, о волшебницах, а он мне об Альви, почему я говорю Альви, Авли, и здешних друидах и рейнджерах. Судя по всему, Кленси ввел разведку в спорных землях на примет вторжения из Дэй, хотя прямо об этом мне не сказал. Я рассказал ему, что помогаю Кловергринскому оболчению уничтожить налетчиков-мертвецов, и что я слишком открыто продемонстрировал свое к ним отношение. Разучился читать абсолютно. Интересно, если очень-очень быстро лететь, можно все эти диалоги и не увидеть, поэтому не спеша идем сражаться с нежитью. Так, он город забрал, куда он делся? Вниз? Я что-то не заметил, куда вражеский герой пропал. Вот город захвачен. Он стоял раньше около него. Может, он в туман куда зашел? хаунтвинт. военная академия, это хорошо. Еще один спуск вниз. Это, получается, последний некрополис, то есть, вот этот какой-то недееспособный хаунтвинт. Забираю. каких стражей сейчас еще? Тоже забрал. Надо глянуть, что внизу. Тут я пойду назад. Существ нету? Пока нет. А он в городе сидит за мяч туки. А что у него самое опасное? Самое опасное это у него все не опасно. Их очень мало. Вам. Драконов я могу ускорять или нет? Мне кажется, что нет. у них же неуязвимость к магии. набиваем. Какие ж вы медленные драконы. Победа. Так, ну и возможно здесь есть какая-то секретная зона, в которую можно попасть точно так же, как и сюда. Поэтому у меня есть предложение запереть врага в замке и все обскакать. Если, конечно, вот здесь нету дороги, которая ведет самый-самый угол. Поэтому на текущий момент гробницы проклятых. Может, там что интересное есть. Да вы немного здесь разгоним врагов. Я найму здесь еще одного героя. Сая, это будешь ты. Это мое. Но что здесь не мое? Это лесопилка. Бам. Теперь моя. поехали еще на север. Тоже разведываем там. Завершить ход. Браг ниоткуда не появился. Замечательно. Громницы проклятых. Ты мне интересен. Мумий. Давай. Мумий. Атака и защита по 7. Урона 3-5. Нет. Не хочу вас преследовать. Бегите. Бегите глупцы. Да, есть дорога на север. То есть там финальный некромантический город. Следовательно мне нужно собрать армию, посетить все постройки и потом туда ударить. Итак, здесь я... Откуда я здесь могу отправиться? Потому что я вот эту штуку посещал зеленого стража. Где красный страж, я не знаю. Интересно. Ладно. Идем сюда. Сюда мне идти за опытом смысла нет. Лабораторию алхимика смысла тоже нет. Пусть другие герои пока разведают территорию. красный ключник красный ключник и там джинны. Золотая шахта. Это было хорошо. Значит на севере есть смысл чтобы прогнать джинов. Тут я чего делаю? Тут я ничего не делаю. Разве что дико иду в разведку чтобы погибнуть. Зловещая мгла можно копать. Давай попробуем во втором городе еще построить утесы драконов второй этаж гильдии магов ба. Если что здесь нанять зеленых драконов и улучшать их уже в основном городе. Так а я могу еще куда нибудь сходить. Сюда ходить незачем. Наверное ее обследовали уже. Ладно еще раз глянем завершить ход да вот это вот что было это был телепорт или просто мгла сдвинулась куда-то непонятно. Непонятно. чтобы у врага ничего не было. Портал надо попрыгать и посмотреть куда они ведут. второй город. Утесы дракона бам и ждем. Недель закончится можно кого-нибудь нанять. так Айрис мне не нужен сейчас. Извини но я тебе увольняю чтобы ты не мешался. Завершить да? Ага это значит враг появился. Откуда он вот здесь появился? Он сиганул отсюда? стая 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 это все ерунда. Смотрим. Увы. Очень мало морали. Фонтан может даст мне дал удачу. Естественно атака. в запасном городе берем героя и собираем армию. О здорово Ивар. Спасибо за эльфов. Я возьму кентавру чтобы ему они просто так остались. Неплохо было еще гемкой вот до сюда добежать чтобы она прочитала там гильдии магов заклинаний потому что сказано что книга заклинаний остается с героем. Перед самым концом нужно все же будет забежать. А почему их два? Когда там было три? А я там только построил поэтому и три. и встану и встану и встану И прыгнем в портал. А, вот как я здесь оказался, теперь понятно. Эх, Сайра, на тебя нападут, я чувствую. Ох, я чувствую, на тебя нападут. Отъедь куда-нибудь подальше, чтобы враг потратил больше хода, чтобы на тебя напасть. Так, завершить, да. Ну, у него не такая большая армия, ничего страшного. Речь ей только разделил, чтобы меня запугать. Отлично, армия передана. По вот таким постройкам, как конюшни Кентаров и тому прочему, я не буду забегать, потому что это очень нудно. Караваны здесь оказываются не реализованы, чтобы можно было подвозить в свой основной город этих существ. Так, улучшить, сколько стоит? 4,8 сотен. Вроде без переплаты. Ну что, повезли гемки. Армию. Осталась только вот эта обширная область, где ничего не показываю. А здесь спусков подземелья нет. Тут я сейчас буду, тут тоже нет. В общем, остается один город. Прежде чем его захватывать, я хочу сразиться здесь, опять же, с драконами. Построить максимальную гильдию магов тут. Угу. То есть до четвертой можно. Значит, построим еще вот здесь гильдию магов, чтобы как можно больше заклинаний отхватить сразу. А здесь у меня нету. В некрополисе она максимальная. Сейчас тоже построим. Ну что, пошли за красным пропуском. Преследовать не хочу я драться с ними. Меня теперь пропустят. Хорошо. Атаку я выбрал сюда. К Дальмену Знаний Камени Учености мне не нужно идти. Идем грохнем вот этого героя, потому что следующий, кого наймут, будет абсолютно бесполезен. И после этого тогда можно будет побывать здесь, обойти города и уже завершить этот сценарий. Погнали. Тут ничего не делаю. Тут тоже ничего не делаю. А все, теперь я буду только гемкой играть, завершить ход. Он спрятался в город специально, чтобы я его не тронул. Хорошо. Давай тогда посмотрим вот эту вот штуку, куда она меня приведет. А еще мне армию нужно передать. А то я решил уже больше не за кого никуда никогда не ходить. Что это такое? Завершить. Да. Ема сама забирай. Ах, у нее драк... Так, это навыки. У нее два дракона таких, обычных. А у меня два... А у меня пять драконов улучшенных. Я бы вместо гигантов их, честно, поставил. Но их девять. Так, смотрим, что эта штука дает. Да, я хочу пройти немедленно. Это портал, в который сможем войти только в следующий ход. Наверное, я выйду вот сюда. А что, между городами и телепортацией. С другой стороны, здесь вот есть открытый портал. И что-то мне сомнительно, что этот портал приведет куда-то не туда. Ладно, увидим. Завершить, да. На меня напал. Он очень глупо поступил. Во-первых, по той причине, что не успеет вернуться домой. И у меня есть куча заклинаний. Правда, магии не такая большая куча. Дрожь смерти. Врагам не носит никакого урона. Молния. Ты что ж такой слабенький-то? Хорошо. Значит, нет. Драконы, стойте на месте. Или вас личи добьют. Да, личи добьют еще как. Вдохнуть на скелетов на следующем ходу. Я не довел до них. Они просто переместились. Ладно. Такова их судьба. Ох, как нагло кто-то поскакал. Вы посмотрите на это. Догонялки. Догонялки. Этой ночью мне приснилась Аманда. Она спросила, нравится ли мне Вантагрич. Я ответила, что Ирафия по большей части кажется густонаселенной. И, пожалуй, спокойной. Я сушу, потому что видела. И мне нравится крестьянство спорных земель. Но меня настораживают, как ирафийские властители пренебрегают своим народом. А я также поведал Аманде то, что рассказал мне об Авлли Рейнджер Кленси. Похоже, жить там хорошо. Эти места очень открыты и не обжиты. Мне это очень по душе. Мне еще все больше и больше нравятся лесные жители, из которых по большей части состоят войска и население городов. Получается, Антагрич – это родина вот этого лесного союза эльфов. Я не понимаю, откуда такая густейшая тьма идет. Долой. А давай кого-нибудь из своих ускорим. Давай ускорим эльфов, чтобы те пристрелили. Кого-нибудь еще и драконы не погибли. А драконы пойдут сжигать лечей. О, 56 единиц урона много. Пегасы на изготовку. Супер! Дракон погибает. Похоже, там не один дракон погибнет. У драконов есть атака в линии. И это было внезапно. Пробуем атаковать в линии. А, отлично, есть. Долой, рыцарей смерти. Прихватит воровать мою магическую энергию, призраки. Враг бежал. Уничтожил мне дракона и двух гигантов. Опыт предельный. А, бежал так бежал. Поехали назад. Поехали назад, чтобы прыгнуть в портал. Тут... Тут вновь тима нагрянула. А я могу вот в этот прыгнуть, точно. Что-то про это позабыл. Коль приближается следующая неделя, пошли обратно за существами. Завершить. Прыгаем сюда. Да. Понятно. То есть отсюда я могу попасть сюда, оттуда я могу попасть вот сюда, правильно же? Скорее всего, да. Точно. Ну, тогда мне возвращаться за существами никакой проблемы не составит. Итак, что я посещал и что я не посещал? Здесь я был. Здесь я был. Опыт мне, правда, уже не требуется. Мне нужно подраться с утопией драконов. Зайти сюда. Остальные места я смотрел, кроме вот этих вот темных зонок, где, скорее всего, ничего нет и не будет. Сюда я попадаю через портал. Из портала я ухожу сюда и обратно. Больше никуда не попадаю. Хорошо. Идем в город. Тогда давай в других городах. Этот будет на пути. Почему? Потому что я в этом подземелье телепортирую сюда. А здесь мне нужно тогда улучшить усадьбу, улучшить здание для пегасов, чтобы здесь также существ забрать. И как бы все. К тебе не надо никуда скакать, ты уходи отсюда, не мешайся под ногами. Например, вот сюда встань. А ты прыгай обратно, наводи панику здесь, в зоне действия врага. Завершить ход? Ну вот. Навел сразу же напали. Могия у меня есть? Нет. Не поможет. Неделя орла. Хорошо. Итак, изучаем новые заклинания. Новые заклинания это, во-первых, ослепление. О, и это прекрасно. Озабучие пески. Четыре участка озабучих песка. Виденные только вам. Но это типа мины. В пятых героях мне не нравилось заклинание. Ледяная стрела, кольцо холода, неудача, радость. Мораль увеличивает. Это хорошо. Ладно, хватит болтовни и еде. Сейчас вы у меня сами улучшитесь. Вам. Поехали. Эльфов простых возьму. Там еще аппаны. Драконы тоже простые. Маги, мне кажется, пора вас убрать, чтобы вы не мешались. Следующий город. Там некроманты пусть чем хотят занимаются. Они меня сейчас не беспокоят, даже если они всю карту мне закрыли обратно. Я просто приду и их разберу. Промахнулся. Два отряда драконов я делать не буду. Их не так много, чтобы разбивать еще на крупы. А здесь какие заклинания. Я смотрел, это что такое? Брать препятствия. Ну, средняя полезность, на мой взгляд. На следующий день я буду в этом городе. Давай здесь сразу построим. Усадьба есть. Источник. Вам. Не завершить, да? Вообще без разницы. Кое-что угодно делают. Мне главное подраться с драконами. А потом их я разберу. Так, еще здесь построить банк. Так. Теперь я иду вниз, разбираться с драконами. Если что, пусть враг выманивается. Ничего страшного не произойдет. Но вот этой наглости я не ожидал. Этой наглости я совершенно не ожидал. Ничего страшного, если я даже потеряю город другой. От драконов вернемся и всех победим. Они многовато ли у вас? Хорошо. Итак, черные драконы. 25-25, 40-50, 300. Скорость 15. 40-50. Они просто поздоровее. А так у них слабее. Золотых я видел. Красные. 19-19, 40-50. То есть самые слабые зеленые. Потом идут красные. И потом золотые. И потом только черные. Так, давай тогда сразимся. 15. А вот вы полетите первыми. Самыми быстрыми. Моих драконов 37 атак. Выживите. Прощайте, эльф. Добьют. Мне кажется, нет. Просто уйдите куда-нибудь. В сторонку. Отлично. Победа. Минус 60. 53 эльф. Какого-то я не получил. Доспех черного дракона. Кираса титана. Щит львиной храбрости. Наследный доспех. 40 тысяч золота. И что я надену из всего этого великолепия. Защита. У меня где-то ерунда. Так это что дает? Добавляет в вашей силе магии 10 единиц, но при этом умещает знания на 2. А это атака и защита по 4 единицы. Я выберу защиту и атаку. Так дальше. А сопротивление. Вместо чего? Вместо защиты от ослепления. Нет. Шлем. Это у меня что? Корона дракона. Менять я не стану. Хорошо меня устраивает. Прыгаем в портал. И это посещено. Замечательно. Да, завершитесь. Не знаю, что случилось, но запись прервалась. И я заметил это не скоро. Итак, что вообще происходит? Я посетил утопию драконов. Выиграл здесь много артефактов классных. И теперь остается лишь добить некромантов. Они, конечно, нагрянули в мои земли. Начали тут наводить панику, захватывать мои города. Но как-то абсолютно параллельно. Просто это займет чуть больше времени. Пошли заберем их в некрополисы. Сейчас они, конечно, возьмут мой еще один город. На пакость от меня. Как-то не страшно. А, вампиры, вы все равно недалеко летаете. Ждем. Это было больно. Это тоже. Своих сзади. Почему? Моу. Маги, уйдите-ка отсюда. Ну, отлично. Черт, стена сломана. Прячемся в угол. Прячемся в угол. Идет очень забавно, если я смогу победить. Мне кажется, гномы сейчас не выживут. Да, если бы у меня был герой, я смог бы победить. Неделя чумы. Сейчас, используя вражескую тактику, также заберем все города. Костяные драконы, прощайте. Ильичи, прощайте. Единороги никуда не сходят. Призраки, до свидания. Не воруйте мою магию. Станы тоже на месте. Которые гиганты. Победа. Победа. Пойдем захватим дальний город. Сейчас будет что-то очень странное, непонятное, потому что будем периодически туда-сюда города друг отжимать. Ну и эльфа будет и погибать пачками. Победа. Портал. Портал был вот здесь, который вел вот сюда, и тогда я смогу вот так по-быстрому пронести и грохнуть врага. О, да. Кстати, дай-ка зайду, гляну. Гильдия магов, как ты выглядишь? Еще раз. Вот так ты выглядишь. Может быть, что-нибудь новое попалось. Завершение, да? Крутится, вертится. Непонятно зачем. Они просто не понимают свою судьбу. Крыг. Завершить. Ну, началось. Вот эти догонялки. Ну, как это меня всегда раздражало. Что в Герои, что в Дисайплз. Дай-ка я ускорю Пегасов. Вау. Сумоубейтесь, Карпи. Отлично. А здесь есть, кого мне нанять? Нет. Враг забрал существа. Идем в следующий город. Почему я не могу пройти? Завершить. Да. Ух ты. Такая зеленая арена. И здесь какая-то могилка по центру стоит. Пам. Еще один наш город возвращен. А уражеских героев поблизости не замечен. Остался здесь городок и вот здесь. И в подземелье. В подземелье. Как бы тебя попроще-то грохнуть. Может он будет вот меня напрягать, это Чарли. А, в смысле, я только к герой на подходе грохнул. Вот оно что. А у меня есть массовые, типа, кольца холода там? Сейчас. Ой, как хорошо будет. Я думаю, неплохо зашло. Как же у вас много. Не жги своих, пожалуйста. Наверное, жестко убивать этих дендроидов-воинов с помощью стрел. Представляешь, что нужно сделать, чтобы сломать дерево с помощью стрел. Это просто жесть. Победа. Вот город теперь мой. Если я спущусь сюда, я никуда не дойду. Мне нужно вот через это местечко проходить, завершить. Вражеский герой там тусит. Опять же, встретились. Завершить, да? Этот тоже пошел потусить. Завершить, да? Ну, началось. Вот в третьей части неприятно сделано, что гарнизоны всегда получают первый ход. Например, во второй части, если бы у меня были фениксы, то фениксы в первую очередь получили ход. И уж потом, когда какие-нибудь кентавры ходили, тогда бы меня стреляли. Меньше было потерь. Ба. Город возвращен. Теперь идем в подземку. Грохнем тут кого-нибудь по пути. По пути никого не грохнем. Этот кто-то сбежал, как трус. И завершить. Да ты шутишь. Ну, хорошо, что здесь лечения в стенах нет. Прощай. И будем играть в догонялки с Чарной. Я думаю, я догоню ее когда-нибудь. Куда она дальше делась? Она дальше пошла в эту сторону. Завершить, да. Ха. Субтитры сделал DimaTorzok. Победа Сейчас она займет тот мой город У меня нету никакого нибудь Телепорта, там портала Нет земной ок И все Увы Будем очень долго гоняться Тем более, что там В подземелье есть еще кто Как тебя звать? Или этот, как тебя звать Я уже вылез Стоп, вот здесь был какой-то герой Он спустился в подземелье Либо я его в упор не вижу Либо он действительно вылез Давай обезопасу я Тогда Вот этот город Найму здесь хоть кого-нибудь Кто здесь есть? Стадель Ба Кроме скелетов никого Замечательно Слыши, да? А как он там стоял? Погоди Вот он Стракер Он не такой уж и простой Давай его грохнем А я здесь не могу вот так, что ли, пройти? Могу А не сейчас Завершить Естественно, догонялки Естественно, я еще и не успеваю Сгорите все Единороги идут вперед, чтобы враги об них разбивались Хорошо Ничего хорошего мой город заняли Ну и пошли назад Это что-то с чем-то Зачем я открывал эти проходы? В следующий раз напиши мне Никогда не открывай проход Давай-ка я себе привезу Хоть какой-нибудь прирост армии С другой стороны Если враг подойдет к моему городу Я здесь могу кого-то нанять Поэтому Погоди Никаких приростов Мне кажется, это не ход, а рекабельно-сцировка То есть расстановка войска Квас 10 Квас 20 Самое опасное Это черные рыцари Жаль, у меня никакой массовой магии нет Чтобы себя усилить Или врага ослабить Можно сломать стены По-моему, ничего страшного не случилось Идем вперед, выманивая Как я слабо стреляю, позвольте Доракон умирает Осталось 6 драконов 6 драконов 31 призрак Прощайте Стены нигде не проломлены Стоим ждем Ай, по-своим, как больно 5 драконов Я что-то не то сделал Ладно Что ж вы такие же лучи Программ Силут Добиваем зомбарей и расстреливаем вампиров. Отлично, победа. Сумка золота. Сейчас я найму героя, чтобы просто посмотреть сбоку. Никакой вражеский герой не ушел, чтобы потом вернуться и захватить мой город. Вот здесь где-нибудь сбоку не стоит. Вроде не стоит. Поэтому гемка. Шагай вперед. Завершить ход. Ох, это боль. Это боль. Ускорение. Я вот думаю, может мне выбрать навык и земляной магии, как мне рекомендовали, и навык магии воздуха, потому что ускорение массовое было бы замечательно. Теперь мне либо сюда, либо сюда. Завершить. Как это меня выводит. Как это меня просто выводит из себя. Но это ж можно ж так. Бам. Бам. Ивар. У тебя грандиозная задача уничтожить врагов. Бам. 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 Дай-ка я гномов улучшу. Кстати, посмотрим, в чем разница. А. 6-7. Появилась шапка. Стали лучше атаковать. Урон остался прежний. Здоровье прежний. Шапка помогла подальше ходить. С точкой магии стала еще выше. Классная шапка. Нанята, нанята кентавр-бам. Я думаю, я должен справиться. Галтан, прощай. 5 драконов. 5 против 4. Костяные драконы, но они слабимые. Магия есть? Да, конечно. Одна магия. Кстати, я только что заметил, что у нежити... А, нет. Но у нежити только личи. У меня только эльфы-стрелки. Хотел сказать, что у нежити только один стрелковый отряд. Но не только Doom. Однажды. Это больная. Почему? Трюкз. Да. Что-то就я? Да. Вампиров 7, а я их явно не допью, давай блочить лечей. Двойной гугл. Нашли кого объезжать, бедных кентавров. Здоровье 12, добиваем. Мне показалось ли, палатка вылечилась сейчас корнем. Здоровье 16, давай этих лучше грохнем. Враг сбежал, замечательно, атака второй ступени. Хорошо, город отстояли, враг теперь сюда не придет. Дарклауд, я тебя захвату. Ильфы, в общем, у меня все погибли смертью храбов. Так, Дарклауд захвачен, и теперь мне нужно зайти в портал, оказаться около соседнего города, его захватить и надеяться, что о чудо победа. Надеяться, что у врага нигде нету героя, который просто спрятался. Дерзко в атаку. Даже каких-то скилетов подстрелить не могу. Дерзко в атаку. Дерзко в атаку. Победа. Красный док, красный едок, красный игрок покидает этот мир. Поздравляем, все враги уничтожены, победа ваша. Определенно сохранить сценарий 1, серия 4. Давай так сохраним. Хотя нет, это будет уже сценарий 2, серия 1. Правильно же? Да. Сохранить. Сохранено. Итак, в следующей серии нас ожидает в поисках амулета. Для победы в этом сценарии вы должны завладеть амулетом некроманта. Если Гем или Кленси падут в битве, вы проиграли. Все герои ограничены 15 уровнем. Однако опыт, первичные и вторичные навыки, а также волшебные книги Гем и Кленси перейдут в следующий сценарий. Итак, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока.